Для разговора о будущем кубанской экономики в Краснодаре собрались около тысячи руководителей малого и среднего бизнеса, в первую очередь не сырьевого сектора. Тех предприятий, которые в развитых странах принято называть локомотивом всей экономики. Но на Кубани, если продолжать аналогию, он движется не так быстро, как это возможно. Ведь доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте края 26%, но должна быть однозначно не меньше 50%. Сходятся во мнении и предпринимателей, и власти региона. В этот раз конференция не запланирована и неформальна, но проходит под маркой «Год после санкции», когда все активно погрузились в импортозамещение, в котором малому бизнесу отводилась немалая роль. Но удалось ли достичь прописанных на бумаге целей? Предприниматели признаются – не всех и не везде. Самое страшное – непонятны правила игры, говорит боксер и бизнесмен Дмитрий Пирог. Я думаю, что люди находятся, можно оценить, в состоянии немного подвешены. Боятся вкладывать деньги, инвестировать. Даже, как я знаю, многие в своих предприятиях боятся вкладывать, потому как не понимают, что будет спереди. В топе всех сложностей для малого и среднего бизнеса в кулуарах звучат вполне предсказуемые ответы. Тарифы на электричество, аренда земли, налоги, снижение налогов – это основные базовые положения, от которого будет либо развиваться малый бизнес, либо наоборот, его состояние будет стагнировать, либо стоять в том же положении, в котором он будет. Я хочу услышать, наверное, мнение нашего руководства, нового руководителя нашего края, о том, как он видит развитие нашего края, как он видит поддержку предпринимателей. Глава региона хоть и был гостем на конференции, но сразу предложил предпринимателям вместо запланированного совещания более эффективный формат общения. Бизнесмены возможность напрямую обратиться к первому лицу региона не упустили. Нам мешает Новороссийская таможня. Я не знаю уже, к кому обращаться. Вот мы растамаживаем товар, с нас обязательно берут две цены. С подбором персонала обстоят дела очень сложно. То есть для того, чтобы подобрать персонал, нужно либо самому человеку заниматься, руководителям, либо нужно иметь еще одного человека. Мне, частному собственнику, имея участок, почему я должна, еще не занимаясь предпринимательской деятельностью и не извлекая из него прибыли, я уже должна выделить его и сразу же платить коммерческий налог. В зале даже пошутили. После такого можно составлять книгу жалоб и предложений кубанского бизнеса. И первые страницы в ней наверняка заняли бы истории про попытки небольших компаний подключиться к инфраструктуре. Ведь и львинная доля инженерных сетей в крае находится в частных руках. Так называемые естественные монополии контролируют водоснабжение и электросети. То, без чего бизнес по определению существовать не может. Поэтому предпринимателям не то, что не идут навстречу, а порой просто выкручивают руки. Водоканал, Краснодар, да? Берут за 4 тысячи, отключают все предприятие за неуплату. Отключают. 3-4 дня идет восстановление. Все стоит. Воды нету. Ага, жалуются чиновнику. Она говорит, все будет хорошо. Буквально через 2 месяца снова отключают воду. Что такое? 36 рублей. Оказывается, проценты. Они отключают воду. Водоканал, то есть монополист. И это мешает бизнесу. Останавливают работу. Здесь проблема. И проблема, с которой я не собираюсь мириться. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы монополии заставить работать на экономику конкретного города и в целом края. В противном случае, если я еще раз подчеркиваю, в течение двух недель не будет результата от общения с руководительными монополиями, я оставляю с собой право поднять этот вопрос на уровне представителя правительства. То есть, потому что в любом случае, если мы сегодня их не обуздаем, завтра говорить будет не о чем. Глава региона поддержал предпринимателей и в идее активней задействовать в госзакупках малый и средний бизнес. Доля их участия в государственных и муниципальных контрактах должна быть не меньше 18%. Это, в свою очередь, обеспечит компаниям гарантированные заказы. Вениамин Кондратьев в последний раз попросил чиновников не жадничать с госконтрактами и вовремя по ним платить. В крайне редкий случай, когда малый бизнес не может вовремя получить свои деньги за выполнение госконтрактов. Во-первых, деньги за госконтракты, очевидно, что первые получают те, которые максимально приближены к тем, кто госконтракты эти дает. И острее вопрос, как вообще попасть в госконтракт? И для кого вообще они? Многие вещи, которые сегодня регулируются властью, регулируются по-своему. Однобоко, вы без меня это прекрасно понимаете. И как раз на госконтрактах, как раз может выполнять нас средний бизнес, доморощенный, краевой. Это для них и есть тоже способ поддержки, господдержки, отдать им наши контракты. Кондратьев дал понять, не все пока получается, но конечная цель – создать комфортный климат для ведения бизнеса в регионе. А для этого необходимы прозрачные стандарты работы с инвесторами, в том числе и при контакте с чиновниками на местах. Куда и к кому идет обычный предприниматель, если он находится на селе или в районе? В администрацию. Ну, встречает ли там кто-нибудь в администрации, те, кто идет? Никто не встречает. У нас чуть-чуть маленький кабинет, уже большой начальник. Надо в корне все это разворачивать и менять. Доходит до абсурда, мы инвесторов делим. Общая экономика региона страдает от этого дележа. У нас как в басне, один в одну, другой в другую, третий в третью сторону, толку нет. Поэтому внедрение муниципального инвестиционного стандарта, как решение вот этой проблемы определенной, единый для всех. Раз не получается, у каждого поодиночке, как говорится. Конференция затянулась больше, чем на три часа. И предприниматели не скрывали, бизнес по-прежнему ждет от власти четкой стратегии развития экономики и гарантии неизменности правил игры. Все должно быть в совокупности. И административные, и ресурсные меры, и экономические рычаги. Я думаю, моя задача в том, чтобы максимально это все сконсолидировать. Сконсолидировать тех людей вокруг себя, которые это могут. Вы на самом деле очень активные люди. Активные в своей позиции. Вы обязаны ездить на хороших машинах. А сегодня вы, не обижайтесь, ну так, аллегория, ездите на автобусе. Притом, каждый хочет вас обилетить. Понимаете, о чем я говорю. И не раз. Поэтому, знаете, мой призыв даже с этой трибуны. Выходите из автобуса. Пересаживайтесь на машины. И настало время уже ездить. Я готов поддержать вас. Вы поддержите меня. И вместе у нас все получится. Форум малого и среднего предпринимательства проходит не в самые легкие времена. Санкции, падение курса рубля. Все это должно было повлиять на настрой бизнесменов. Но оказалось, трудностями кубанских предпринимателей не испугать. Главное, не мешать им развиваться. И власти, судя по всему, это поняли. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.